Виртуозы тяжелой техники. Сегодня в Чебоксарах выбирали лучших операторов-бульдозеров. За призовые места боролись работники крупнейших нефтегазовых предприятий из 15 регионов России, а также Казахстана и Узбекистана. За финалом международного чемпионата понаблюдали и мои коллеги. Когда многотонная машина набирает ход, вокруг сотрясается земля. Казалось бы, ничего сложного сбить со стойки большой надувной шар, но сделать это необходимо ковшом. Бульдозерами операторы техники управляют только при помощи педалей и джойстиков. Самое главное привыкнуть к габаритам машины, а это довольно непросто. И вот еще одна задача поднять рыхлителем колесо и опустить его точно в цель. Ювелирная работа. В суперфинале только двое. Здесь важно обращать внимание на детали, признаются операторы. Бульдозеристам помогают специальные датчики, которыми оснащены машины. За чемпионатом наблюдают и потенциальные заказчики техники. Спрос на продукцию завода продолжает расти. Мы загружены до конца этого года. У нас есть планы и намерения расти в следующем году. Для информации скажу, что в этом году мы произвели в два раза больше бульдозеров, чем в прошлом. При этом в прошлом году мы произвели в два раза больше, чем в позапрошлом. Но еще недавно завод находился на грани. Глава региона отметил, что сложные времена у промтрактора позади. Перед машиностроительным комплексом республики открываются новые горизонты. Машиностроители имеют рабочие места и от производительности и труда получают достойный уровень заработной платы. Касаясь самих работников завода искренние слова благодарности, вы видите и убеждаетесь в том, что государственная политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина выполняется. Бульдозера производятся, они предназначены для разных работ. И мы уже в целом, Россия, закупаем меньше техники за пределами Российской Федерации. Сейчас есть четкая, понятная стратегия развития на ближайшие пять лет. Мы понимаем, где что делать, какие модели, которые на уровне лучших зарубежных аналогов развивать. Новая модель бульдозера Четра Т-40-03. Эту машину создавали для работы в экстремальных условиях. Впереди испытательные заезды. Михаил Игнатьев отметил, что заводу необходимо ориентироваться на экспорт. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова